Остается открытым достаточно интересный вопрос. Если у нас есть экземпляр x класса A, и мы пытаемся вызвать у x какой-нибудь метод, который не является атрибутом нашего экземпляра x и который не является атрибутом нашего класса A, тогда если для A мы использовали множественное наследование, в каком же из классов, от которых мы наследуемся, мы должны найти ту функцию, которая будет связана с методом нашего объекта x? Когда мы не используем множественное наследование, все было достаточно просто. Вот у нас был класс MyList, например. Он наследился от листа, а лист на самом деле в языке пайк, но наследуется лишь от объекта. Вот здесь мы создаем экземпляр x класса MyList, и вот уже здесь мы вызываем какой-то метод у нашего x. Как мы помним, мы сначала посмотрели бы, является ли метод extend атрибутом самого экземпляра x? Нет, не является. Потом бы мы посмотрели в классе MyList, нет, не является, потому что в MyList одна функция evenLength. А затем мы пошли проверили класс лист и нашли бы его там, потому что extend определенный метод листа. А вот если бы мы в листе его не нашли, то на самом деле мы пошли бы и посмотрели дальше в обжекте, не нашли бы его в обжекте, и тогда бы сказали, что вот мы вызвали плохой метод, у x нет такого метода. Таким образом, в случае, когда множественного наследования у нас нет, все достаточно просто. Мы сначала пытаемся найти метод как атрибут экземпляра, затем пытаемся найти функцию в соответствующем ММУ классе, и если не нашли, то бежимся вверх по иерархии класса до тех пор, пока не найдем, а если не найдем, то просто завершаем исполнение с ошибкой. Стоит заметить, что на самом деле мы воспользовались методами листа сильно раньше. Прежде всего, когда мы запустили для нашего экземпляра x-конструктор MyList, то, что происходит на самом деле в интерпретаторе. Каждый раз, когда интерпретатор видит конструктор, какой-то класс, он пытается внутри этого класса найти метод init, чтобы проинициализировать тот экземпляр, который создается. Так как метод init не находится в классе MyList, потому что мы его здесь не определили, то он находится выше, собственно, в нашем классе List. Поэтому конструктор, который мы запускаем на самом деле, когда мы создаем экземпляр класса MyList, это на самом деле конструктор листа. Дальше еще лучше. Когда мы вызываем метод print какого-нибудь экземпляра, то интерпретатор пытается найти внутри этого экземпляра метод repr. Repr — это сокращение от английского слова representation или представление. Этот метод должен означать строковое представление объекта, которое мы будем вводить в консоль при принте, например. Вот, и когда мы не находим этот метод в MyList, мы идем в List, находим его там, поэтому представление нашего экземпляра X выглядит так миленько и абсолютно точно так же, как и List. Теперь мы убедились в том, что методы вызываются гораздо чаще, чем мы их на самом деле вызываем сами. Поэтому очень важно понимать порядок, в котором мы перебираем классы, когда ищем функцию, чтобы связать ее с методом. Особенно сильно это важно в том случае, когда мы используем множественное наследование. Вернемся к примеру. Пускай наш класс MyList наследуется не только от листа, но и еще от какого-нибудь класса. Тогда становится нетривиальным вопрос, вот если мы вызываем какой-то метод нашего экземпляра X, в каком же порядке мы должны перебрать классы, когда ищем функцию, чтобы сопоставить ее нашему связанному методу? Сначала мы перебрали X, затем мы должны перебрать Object, или затем мы должны перебрать этот класс. Для того, чтобы решать подобные конфликты, в языке Python есть порядок разрешения методов. Порядок разрешения методов определяется в момент создания класса. В языке Python мы можем вывести его с помощью метода MRO, который есть у любого класса. Вернемся к нашему старому примеру, с этими определенными классами, с такой структурой. И вот если мы выведем MRO, он же сокращение от MethodResolutionOrder, то есть порядок разрешения метода. Так вот, если бы мы вывели это на экран, то мы бы увидели список классов. Это тот порядок, в котором бы мы их перебирали, когда бы искали метод. То есть если бы у нас был, допустим, экземпляр класса AX, и мы бы пытались исполнить метод этого экземпляра, и при этом наш метод не является атрибутом самого экземпляра X, то мы сначала бы поискали в классе A, затем в классе B, затем в классе D, E, C и в классе Object. И как только, перебирая классы в подобном порядке, мы бы нашли функцию метод внутри этого класса, мы бы останавливались и связывали эту функцию с нашим методом. Что же нам гарантирует порядок разрешения методов? Прежде всего, каждый предок нашего класса там будет всего лишь в единственном числе. Мы можем увидеть, что здесь всего 6 элементов, и это ровно все 6 классов, которые у нас участвуют в наследовании. Также мы можем гарантировать, что если мы наследовали какой-нибудь класс A, допустим, от класса B, то в нашем порядке разрешения методов сначала будет A, а затем будет B. То есть в нашем случае, допустим, D наследуется от Object. При этом Object находится после D. Не обязательно, что он следует сразу после D, главное, чтобы он был в порядке разрешения после D. Если же мы использовали множественное наследование, то мы можем гарантировать, что родительские классы будут следовать в том же порядке, в котором они указаны в скобках слева направо. То есть в нашем случае для класса A мы знаем, что A наследуется от B и C. Поэтому у нас сначала следует класс A, затем следует класс B, и затем следует класс C. Здесь также не обязательно, чтобы класс C следовал сразу после класса B, или класс B следовал сразу после класса A. Конечно, вы будете редко встречаться с такими сложными схемами, однако общее понимание того, что при множественном наследовании мы перебираем родителей в том же порядке, в котором мы их объявляем, крайне важно. Давайте рассмотрим множественное наследование на примере моей листа. Как бы мы могли написать моей лист, используя множественное наследование? Мы бы сначала написали класс примеси. В этом классе у нас был всего лишь один метод, который проверяет длину, начетность. Примеси мы его называем потому, что мы будем примешивать его функциональность к нашему основному классу. В нашем случае это лист. Наш класс моей лист наследуется от листа, и затем наследуется от нашей примеси. Тогда несложно убедиться в том, как же выглядит наш порядок разрешения методов. Сначала будет наш класс моей лист, но в нем мы никогда ничего не найдем, потому что в нем и методов-то особенно нет. Затем будет наш основной класс лист, в котором мы будем находить почти все, а что не найдем, мы пойдем поищем в нашей примеси, а затем поищем в обжекте. Таким образом, конструктор мы найдем в нашем классе лист, потому что он там есть. Затем мы будем вызывать метод evenLength, и так как в листе его нет, мы пойдем и поищем его в нашей примеси. Тогда мы вызовем наш метод evenLength и убедимся в том, что пока что у нас лист нечетной длины. Мы запустим метод append, который мы также сможем найти в листе, и затем мы можем убедиться в том, что теперь наш список стал четной длины. Самое замечательное в том, что мы используем такую примесь, это то, что в качестве класса, которому мы добавляем функциональность, подойдет любой класс, у которого есть длина. Например, мы могли вместо списка также использовать словарь или, допустим, строку. Вполне правильным применением было бы использовать эту примесь сразу для нескольких классов. То есть мы могли бы добавить функциональность в наш обычный список, или мы могли бы добавить функциональность в наш обычный словарь, затем создать этот наш словарь и убедиться в том, что действительно мы добавляем туда пары ключ-значения, и при этом он становится четной длины. А что же случится, если мы попробуем определить в нашем классе метод с таким же именем, как в одном из родительских классов? Да, в общем-то, ничего страшного. То есть мы, конечно же, можем использовать метод с подобным именем. Давайте рассмотрим пример. У нас также создается класс MyList, и внутри мы определяем метод pop. Стоит помнить, что метод pop также определен внутри листа, и он возвращает последний элемент этого списка, и этот список сокращает на этот самый элемент. Теперь, когда мы вызываем метод pop у экземпляра нашего класса MyList, мы будем вызывать функцию из класса MyList. То есть, допустим, мы здесь объявим MyList, и вот видим mlpop, то вот этот вот самый mlpop будет просоциирован именно с функцией pop из класса MyList. Однако иногда возникает необходимость вызвать этот метод так, как будто он не определен в нашем классе, а определен в каком-то из родительских. Для этого есть функция super. Функция super принимает два аргумента. Первый аргумент — это класс родителей, которого мы хотим проверить, а второй аргумент — это объект, с которым мы хотим просоциировать метод. Таким образом, когда мы напишем вот такую конструкцию, мы пойдем искать метод pop в родителях класса MyList в том же порядке, в котором они перечислены в порядке разрешения методов, собственно, исключая сам MyList. А затем функцию, которую мы найдем, мы просоциируем с объектом self. Получается, что такая запись абсолютно эквивалентна, если бы мы вызвали функцию pop из класса MyList и передали туда self явно. И в таком случае вся наша функция pop из класса MyList ведет себя в точности так же, как ведет себя функция pop в классе MyList, однако она выводит дополнительную информацию на экран о том, какое было последнее значение в списке. Таким образом, механизмы наследования, множественного наследования, в том числе функция super, нужны нам ровно тогда, когда функциональности какого-то класса нам немножко, но не хватает. И мы хотели бы ее дополнить, но при этом сделать так, чтобы в основном наши объекты вели себя так же, как и объекты этого класса. Именно для этого мы используем наследование. Продолжение следует...